Всем привет, меня зовут Сергей и добро пожаловать опять на наш астероид. Выживаем, выживаем мы, выживаем. Так, тихо стоит, давайте-ка я нажму на пробел. Посмотрим. Две тысячи еды, во-первых, во-первых, сразу давайте-ка мы ответственного за еду человека нагрузим, пускай он есть там мукоеда-то. Опы-то. А мукоедов опять! А когда их всех сожрать-то успели? Так, ладно. Судя по всему, вот эти рожи мне как бы намекают на то, что им опять нечем заняться. Вот прямо нечем, вот совсем. На тему этой конструкции. Конструкция работает. Как видите, 85-й цикл, идет вода, 40 градусов, 39, 39, 40, 40, 39. Термосенсор, я дождусь потом, когда он полностью будет погружен в воду. Термосенсор настроен так, что он будет ниже 3,6,9. Воду выкачивать, выкачивать прямо нам на базу, потому что у индейцев, где, дайте мне любого. У индейцев температура нормальная, если я правильно помню, 37 градусов. Да, температура тела 37 градусов, вон указано. У всех, у всех практически, не практически, а совсем у всех. Поэтому, поэтому примерно такую температуру мы и будем, воду точнее, такой температуры мы и будем отсюда выкачивать, причем по теплоизоляционным трубам. Но это чуть потом, пускай оно еще поостывает маленько, как минимум 2 градуса, получается, надо 2-3 градуса. Давайте мы сейчас раскукожим, во-первых, вот эту дверь. Естественно, честь раскукоживания предоставляется Каталине. Но, сейчас мы с вами обязательно сделаем так, что Каталина начнет улыбаться. Хочет она того, не хочет она того, улыбаться она будет. Так, дай-ка, я все это отменю. Вот это вот поставлю, пускай они еще маленькой землю у меня пожрут. Семя тут понападала. Углекислый газ пора стравить, пора. Касаемо электричества, касаемо электричества, вся вот эта вот законсервированная здесь конструкция, она мне, в принципе, сейчас пока нафиг не нужна. Когда мы начнем, когда мы начнем уже, озадачимся непосредственно разработкой этого месторождения, мы здесь выкопаем реально не кислое такое пространство. Единственное, что здесь все в слезе. Все в микробах, просто все в микробах. Какая-то просто микробная жопа. Микробическая. Но все равно, нам надо будет здесь раскопать помещение побольше, сделать систему более адекватную, сразу и слив воды, и все подряд. Но это потом. Сейчас мне электричества хватает на то, чтобы индейцы дышали, на то, чтобы они ели, на то, чтобы они вообще жили, и все у них было хорошо. Если электричества мне хватает, то, в принципе, никакие проблемы там лишние создавать мне не надо. Суетиться там, мотаться за этим электричеством. Но мы обязательно смотаемся за этим электричеством, мы обязательно все сделаем. Так, давай, Каталина, делай свои дела. И ты у нас пойдешь, 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 пойдешь раскухоживать свой мозг. Я на всякий случай сохранился. Так, давай. Все? Все, да? Ну. Каталина получает черт... Нет. Ну, давай, Каталинушка. Начнешь ли у нас улыбаться? Нет. Солнечный... Фух, Каталин еще не отправился от процесса, мозг до сих пор немного вибрирует. У этого дупликанта чрезмерно позитивный взгляд на жизнь. Ну, давай. Вот она, вот она улыбка-то наша. Только бегает так быстро, что особо ее и не заметишь. Хай, Каталина! Она вернулась! Возвращение Каталины! Ну что ж, замечательно. Каталина у нас снова улыбается. Итак, наша с вами следующая цель это прокопаться вертикально вверх. Блин, прямо по бессолиту я, наверное, копаться не буду. Сейчас объясню зачем. Так вот. Вот как-то, наверное, тогда. Мне надо найти черную дырку. Настолько черную, насколько вообще это будет возможно в данной игре. Та самая, которая у нас всасывает в себя всякую хрень, которую можно использовать как мусорку. Потому что, так как мы этот гейзер оприходовали, и здесь все хорошо. 37 градусов, кстати. А, это насос. Вода. Вода 36 градусов уже. 36. 35. Опять 36. Нам грязную воду надо будет куда-то сливать. Причем, о переработке грязной воды в этот раз я париться не буду вообще даже близко. В этом нет никакого смысла. Если нам одного гейзера, мы его будем постоянно охлаждать, наверняка хватит надолго. На 8 рыл-то точно. А возможно и на 16, а то и даже больше. Если даже вода начнет заканчиваться, у нас есть еще один гейзер. Причем здесь, кстати, как ни странно, смотрите, вода вообще показывает 19-18 градусов. При этом, дай-ка мне температуру. И сам гейзер тоже зеленый. Здесь остыло вообще все. Просто все к хренам поостывало. Не исключено, что это из-за... Из-за близости этого ледяного биома. Может быть. Так, ты куда там бегаешь? Ты что делаешь? Хрень несет какую-то. Доставляет. Ага, Тоша доставляет. Вот так вот, Тоша. Так что с очисткой воды в этот раз мы заморачиваться вряд ли будем. Хотя там грязная вода еще может понадобиться для удобрения или что-то вроде того. Я уже не помню синтезатор. Да, использовать загрязненную воду для производства удобрения. Но удобрения нам пока что и не нужны. Еды нам хватает из-за этих мукоедов почти всегда. Плюс эти фермы еще можно будет расширить. И мы обязательно этим займемся. Но опять же потом. Это не приоритетная задача. Не задача первой важности. Сейчас я хочу найти эту черную дыру. Дыру. Точнее, а не дыру. Потому что надо. Потому что надо. Вообще за все время игры в Oxygen я один раз только ее видел. Ни разу даже не использовал. Надеюсь, мы ее обнаружим и сможем уже подстроить по свои нужды. Сливать в нее сразу грязную воду и вообще делать все подряд. Надеюсь. Я не знаю толком, как она работает. Я знаю, что в нее можно там всякую хрень запихивать. Как в утилизаторах. В общем, посмотрим. Когда мы ее найдем. Если мы ее найдем. Я ведь надеюсь, она стопроцентная. У нее шанс генерации в любом мире. Потому что если ее здесь вообще нет, то это будет грустно. Но в принципе, это не то, чтобы будет грустно. Это просто, опять же, подбавит проблем. Но проблем решаемых. Мы со всем справимся. Все будет нормально. По ходу дела, мне эту воду придется подогревать. После того, как я ее охладил. Может быть, конечно, отсюда стоит снять просто один. Возможно, и два охладодыха. Но вот реально. Вода уже 29 градусов и продолжает понижаться. Вообще в лед как превратится все. И что я потом делать буду? Да вы посмотрите на него, а. Целых семь науки. Ну, одна сила это. Ладно. Семь науки. Семь науки. Причем брезгливые. Он не может выполнять медпомощь. Ну, надеюсь, нам это особо и не понадобится. Наука, медицина. Ванючка. Ванючка, добро пожаловать. Я обязательно... Так, заходи пока что под таким, скажем так, именем. Я обязательно потом сверюсь еще. Мало еды опять. Да, я понимаю, да. Со списком. Своим. Посмотрю очередь на наименование индейцев. И посмотрю, кто у нас там следующий. Ну и на ванючку назовем уже очередным именем подписчика. Посмотрим, посмотрим. Чуть попозже. Сейчас. Я хочу уже докопаться наверх до того биома. Макс, тебе реально что ли делать нечего? Совсем? Реально, смотри, стоит с покерфейсом. И да, кстати, я же вниз уже прокопался сюда, до нефтяной скважины. Агрегатов сюда напихал, но саму систему пока что не запустил. Оно тут есть по факту, но использовать мы это будем попозже. Короче, у нас уже по два, по три человека бездействуют. Раз они бездействуют, знаете что, давайте мы кинем, наверное, один коридор. Отсюда налево еще копаться. Когда лестница досюда докопается, лестница у нас будет продолжена вверх. И при этом еще мы начнем пространство слева исследовать. По-моему, на такой дистанции мне хватит, чтобы убрать всю эту черноту. Посмотреть, что она скрывает. Надеюсь, что хватит. А следующий на очереди у нас, кстати, оказался Бензиноч. Добро пожаловать, Бензиноч. Как я уже говорил, у меня действительно очень хорошее предчувствие касаемо этой колонии, касаемо этой базы. В этот раз, кстати, мы опять докопались. А, нет. Подумал, что постройки, но это нифига не постройки. Мы будем эту колонию расширять, расширять. Причем достаточно таки сильно. Много, много народу здесь будет. Действительно много. Мне интересно в этот раз игру проверить, знаете, на что? На то, какой максимум людей вообще без ущерба для самой колонии мы сможем сюда вместить. Мы будем заселять эту колонию очень сильно. Реально сильно. Так, 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 так. Поэтому, список ников для тех, кто просил... Это что вообще? Антиэнтропийный терморегулятор? Обосраться. Автономная машина, запитанная, похоже, от очищенного нейтрониума. При погружении водород абсорбирует и нейтрализует тепло. Температура перегрева стулу... А, это те самые холодильники, про которые мне говорили, да? Ничего себе. А здесь чего? Прижимная плита проводов там. Тут какие-то конструкции, может быть, там что-то включить можно? Так, сейчас прокопаемся, посмотрим. Налево прокопаемся, направо прокопаемся, везде прокопаемся. Так, и сюда давай, и сюда давай. Что я там говорю-то? А, я говорил про заселение колонии. Список ников. Те, кто хотел, чтобы их именем был назван дупликант. Блин, я хлор отсюда копну, он вниз пойдет и упадет мне прямо на базу. Да? Да. Как продезинфицирует меня всех подряд, просто до мозга костей. А я еще и вентиляцию нормальную не наладил. На базе. Ай-яй-яй. Ой, да хрен с ним, ладно. Хотя нет, не хрен с ним, хлор на базу пускать нельзя. А у меня здесь хлор уже гуляет, а вон зеленое пятно. Что, кто где задыхает? Мать вашу! О, слезли! Ой, что же вы у меня такие сложные-то, а? Господи, так, 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 все, все, все. Живете? Да, живете. В общем, вот. Список ников длинный. Все будут потихоньку сюда заселяться, ожидая топливо-водород. Автономная машина, это мы читали. Основной элемент железа, масса 800 килограмм. Разобрать, выключить. А я могу его перенести? А? Я его, походу, не могу не перенести, ничего с ним сделать. Ну, разобрать только могу и выключить. Приоритет не назначается. Ладно. Пускай пока что не будем его трогать. Ни хрена себе, здесь система-то, контрольная точка дупликанта. Металлоискатель какой-то, прижимные плиты. Мне сюда три индийца надо, провод мост-автоматики. Раз-два-три нажимные плиты. Вот это я удачно прокопался. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, что там. Еще какая-то конструкция, смотри. Главное, батарейка работает. Нейтронный подстройщик. А отчего она запитана? Так, модуль И. Модуль И, хорошо, это все соединяется. Походу, мне реально надо троих одновременно поставить на нажимную плиту. Правильно понимаю? Сейчас попробуем, сейчас протестим, сейчас посмотрим. Антиэнтропийный терморегулятор, опять еще один. Я с первым-то не придумал, что делать, они мне уже второй посунули. Не надо. Давайте-ка мы, наверное, сделаем здесь вот такой скос и всякие газы... Ой, блин, стой. Я молодец такой, я собрался газы блокировать газопроницаемым блоком. Могу, умею, практикую. Так, обычных блоков сейчас сюда понаставлю. Чего я там делаю из вулканической породы? Хрен с ним, пускай будет. Чисто в теории так это разобрать. Газы будут падать отсюда вниз, будут уходить налево. Сюда я вообще, наверное, поставлю шлюз. Справа лестница. Сюда мы еще что-нибудь прокопаем. Всякие хлоры и прочая дрянь. Они будут падать вниз и падать сюда, в эту яму. Ну, хотя бы не на базу, или хотя бы не сразу, на базу. И на том спасибо. Ресурс у батареи, кстати, начал кончаться. То есть чисто в теории... Ну-ка, ну-ка, погоди, дай-ка мне еще раз. Электросеть, она запитывает контрольную... Или я ей просто так могу пройти и напрасно парюсь. Ну-ка, Каталина, иди сюда. Можешь пройти, да? Типа нет? Да, нельзя, говорит. Ладно. Так, а как мне? Ну-ка, иди сюда. Каталина, иди сюда. Так, Каталина, не надо... Стой! Ай, вечно довольная ты наша. Иди сюда и замри. Вот. Так, ты стой здесь. А, Макс, иди сюда. А-а-а! Ребятушки! Идем сюда. Идем сюда. Как мне их заставить стоять на... Я... Давление 0 активировать. Почему я не могу своего индейца зафиксировать на этой кнопке? Почему, почему, почему это было бы так удобно? Так, иди тоже сюда. Зашлем сюда всех! Я думаю, так рандомно в один прекрасный момент мы сможем просто улучить. Ну-ну-ну. Так, одна кнопка есть. Макс, хватит там пилить. Иди сюда. Ай! Помедленней. Окей. А только все равно. Мне это особо не помогает. Модуль И. Раз-раз здесь соединяется. А почему отсюда-сюда нет коннекта? Здесь же чисто в теории все работает. Все включено, так сказать. Но при этом не коннектится. Да ты серьезно? Вот! Все, сработало! Она проскочила, наконец-то! Хорошо, замечательно. Ну, давай, Каталина! Хотя, блин, а... Ребята! А что, если... Так, Каталина, погоди, 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 не надо. Кто у нас? Кто у нас? Сейчас, наверное, все же кто-то из вас пойдет. И в это крестница. Да, как по списку идете? Так, наверное, сюда и это... Давай, Рома! Вперед! Ай! Опоздали! Так, ладно, Рома, стой на изготовке. Джошуа весь... Погоди, Джошуа, я же тебя переименовал. Ты и должен быть пельменем. Вот, Тимур. Я вернул сюда Тимура, потому что это как минимум честно. Именно с Тимура все началось здесь. Так, давай, иди сюда. Я имею в виду наименование. Наименование индейцев вашими никами, вашими именами. Поэтому, как минимум, нечестно, а просто брать его и выселять, так сказать, на новой базе. Тимур снова с нами. Так, ну, ну, ну. Нифига, не успели. Никто не это самое. Вовремя не проскочил. Я вас сейчас поубиваю просто всех. Так, короче. Сейчас будем вас ловить. Ловить просто по одному. Иди сюда. Хорошо. Тебе давай перекрываем путь назад. Путь к отступлению перекрыт. Тимур. Так, Тимур, 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 Тимур. Давай, проходи. Хорошо. Тебе путь к отступлению тоже перекрыт. Ну, кто тут еще был? Дэйв. Давай, тупый. Ага. 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 Ой, встань, пожалуйста, сюда. Спасибо. И ты, пожалуйста, вот сюда. Благодарю. Наконец-то. Наконец-то. И Ромка просто задыхается. Он сейчас, возможно, задохнется прямо здесь. Прямо в этом кресле. Давайте-ка мы всех теперь отсюда выпустим. Я не знаю, как еще их надо было всех вас, точнее, а не их поймать на этих кнопках. Ну, серьезно. Ну, давай, Рома. Как сильно тебе повезет. Ромка получил черту регенерирующие. Здоровье плюс вас. Вот, все, давай, регенерируй отсюда побыстрее. Ага, замечательно. Он живет. Мало еды. Опять задыхается. Кто задыхается? Никто не задыхается. Везде все в порядке. Не пудрите мне мозги. Продолжаем. Продолжаем прокапываться вверх и продолжаем прокапываться вбок. А я, кстати, так-то, получается, могу все это поразбирать и вытащить отсюда ресурсы, да? Контрольную точку. Ну, все, кроме нейтронного этого подстройщика. Нейронного, точнее. Вообще, все могу разобрать. Ну, хорошо. Ресурсов пока хватает. Я разбирать ничего не буду. Вода уже 28 градусов. А мне реально придется эту воду подогревать, когда я запущу ее на базу. Но все же, прежде чем я найду какую-нибудь эту черную дырку, либо что-то типа того, я ничего не буду запускать. Никакую воду никуда. Когда уже будет эта мусорка, куда можно будет без задрения совести отправлять всех микробов и вообще все подряд, вот тогда да. Пока что нет. Знаете, чем мы, наверное, еще, чем мы озадачимся вот в самом ближайшем будущем? Едой. Едой конкретно мучной фирмы. Потому что здесь уже природного газа до хрена. По-хорошему, стоит бросить сюда насос, либо скиммер углерода отфильтрования. Нет, лучше все же насос. И с этого насоса весь углерод, в смысле углекислый газ, отправить куда-нибудь чисто на фирму с едой. А всякую остальную лишнюю хрень отсюда просто выкачать куда-нибудь за пределы базы. Потому что здесь уже складывается такая прямо хреновая ситуация, вот крайне хреновая. Ну, как думаете, что здесь? Очередной мозг? Если да, то кто тогда будет очередным счастливчиком? Давайте посмотрим. А, я не могу здесь опять на уже использованных мозгах посмотреть очередь. Ну и ладно. Когда найдем свежий этот подстройщик, если, конечно, здесь именно подстройщик, тогда и посмотрим, кто бы след... Хотя, по-моему, мозги сюда не поместятся, да? Здесь стоит стол. Ра-шкаф, два-шкаф. Мозгов тут явно нет. Ну нет, так и ладно. Найдем другой подстройщика, и тогда еще кому-нибудь головушку поджарим. Сами виноваты. Напросились ко мне... Воу, хлор потюк. Напросились ко мне в базу, а вот теперь будете ощущать прямо на себе все последствия пребывания на моей базе. А с этой контрольной точкой реально по ходу дела можно было просто дождаться, пока кончится заряд у батарейки, и все, и она потухла бы. Контрольная точка вам показывает нет электричества. И не надо было мучиться со всеми этими нажимными плитами, с дверьми, и с прочей этой самой. Но мне уже было дело принципа одновременно всех поставить на нажимные плиты. Поэтому я так и сделал. Ну что, массому снова у самого края практически. Сюда уже дальше копать смысла нет. Вот примерно до этой позиции, если прокопать, край уже видно. Хорошо, здесь черная зона получается. Ну как-то... Как-то вот примерно на этом уровне надо... А примерно на уровне этих дверей получается следующая раскопка у нас будет. Хорошо. Кого-то тут смыло водичечкой. Давайте тогда мы отсюда пойдем на двери. И налево очередной коридор до края карты у нас пойдет. Мы дофига так-то карту сегодня открываем. Прямо очень дофига. А все! Да здравствует потолок! Реально, нейтрониум, вот он. То есть как бы сейчас мы начинаем копать влево, и это будет уже угол карты. Левый верхний угол. Да, все, выше никак. Не, ну ладно, в принципе, а так-то тихо, стой. Нет, тогда мы вот это не раскапываем. Пускай это дерьмище здесь и остается. Ага, ага, ага. Ну, на том же уровне отсюда пойдем и направо. Давайте, знаете что, давайте, наверное, мы уже в этой серии... Я постараюсь успеть открыть вообще... А, нет, тут слишком-слишком-слишком много еще неизведенного пространства. И вверху, и вниз еще дофига куда копаться. Ладно, ладно. Торопиться нам особо некуда, но сколько сегодня успеем открыть, столько и откроем. Никто не хочет проводить образец... Проводить это, биосканирование в двери. Вообще никто. Приоритет стоит на девятка, кнопка вообще не жмакается. Кто-нибудь, пожалуйста, нажмите. Или вы просто уже знаете, что от этих дверей ничего хорошего ждать не приходится, и поэтому не идете их открывать, да? Реально ничего не работает. Совсем. Ладно, тогда мы эту конструкцию обойдем. В принципе, в принципе, даже если мы... Мало еды опять. Даже, в смысле, бездействует. Задача вон до хрена не бездействует. Даже если мы не найдем черную дыру, в этот раз, в этой генерации, всегда же можно, допустим, взять и настроить... Слезай, а! Сложное это существо. Макс, сдохнет весь час. Блин, спасать его. Срочно, 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 срочно. Срочно. Не смейте это раскапывать. Дако! Макс! Спасите его! Ну, 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 ну! Выживи! Фух, блин, я уже думал, мы его потеряем. Но сейчас мы этого теперь потеряем. Вот как они ухитряются так! Я просто поражаюсь иногда. Даже если мы не найдем черную дыру, мы всегда сможем... Кто опять где задыхается? Вы достали задыхаться. Макс, иди подыши на базу, ну! Ползает по лестнице полумертвый, людей пугает. Так, ты-то отсюда... Погоди. Почему ты отсюда не уходишь? Ну, правильно, потому что ему некуда десюте. Так вот, даже если мы не найдем никакую черную дыру, в этот раз мы же всегда можем использовать... Атмосферный сенсор, водный сенсор. Где-то же был этот... Давление, 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 фильтра жидкостей водной. Открывает, закрывает поток жидкости, используя технологию автоматики. Тут же с этой автоматикой еще разбираться и разбираться. Мы дофига разных схем сможем запилить так. Сюда они уже практически прокопались. Замечательно. Кинут здесь каркасный блок, потому что мало ли откуда, где какая-нибудь дрянь хлистать начнет. Пускай она просто падает вниз. Что там слева? Слева докопались до торгового автомата. Спасли одного светлячка. Так, давайте дальше, наверное, продолжим. Наверное, лучше даже вот так. Чтобы не строить полы лишний раз. Хотя стоило бы сделать это на 3-4 клетки пониже. Да, да, да. Да хотя и так все увидим. Если тут какая-нибудь черная дыра обнаружится, в этой черной полосе, то ничего, я думаю. Мы ее как-нибудь разглядим. Так вот, все меня сбивает. То одно, то другое, то три, если договорить не дает. Даже если мы не найдем эту черную дыру и некуда будет сливать грязную воду, можно будет использовать автоматику просто и не постоянно, а периодически выкачивать отсюда воду. То есть... Чисто по необходимости. Если воды хватать не будет, настроить автоматику так, чтобы необходимое именно количество объема этой воды подавался на базу, а все остальное оставалось здесь, в этом замкнутом пространстве и никуда отсюда не вырывалось. Правильно? Думаю, да. Ну, посмотрим. В теории оно все звучит хорошо. Посмотрим, как оно будет на практике. А двери эти, они реально просто в упор не хотят открывать. Вот хоть и треснее. Ходят вокруг и думают, да ну его нахера. Они реально уже, по-моему, просто ничего хорошего не ждут. От этих дверей, от этих мозгов, от этого всего. Ну что, ребята, вот он край. Вот он опять край, причем это уже правый верхний угол. А вот он нейтрониум наш, нейрониум. Нет, все же нейтрониум. Да-да-да, вот он самый-самый угол, причем... Главное, вроде как тут еще дохрена так-то пространство, да, можно прокопать, а нейтрониум показывает уже прямо здесь. Ладно, я на всякий случай... Хлорная известь, улганическая порода. Я на всякий случай вот здесь, от этой точки, еще вверх немного лестницу прокину, посмотрю, чего там есть. Возможно, там и правда еще есть куда прокопаться, но черные дыры я пока что так и ни одной не нашел. Даже половины черной дыры не нашел. В общем, будем искать дальше. Ну и продолжать наш поиск будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин